Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Анна Златоуста, отрывок истолкования на первое послание к Тимофею. Сына и Святаго Духа. Он не могла вразумлять их. Он правдой вразумлял, но не так, как следовало бы. Ему не хотелось огорчать их, и он и их, и себя погубил. Слушайте это, отцы, воспитывайте детей своих в наставлении и по учении Господним с великим тчанием. Юность неукротима и имеет нужду во многих наставниках, учителях, руководителях, надсмотрщиках, воспитателях. И только при таких усилиях возможно обуздать ее. Что конь не обузданный, что зверь неукротимый. То же самое и юность. Поэтому, если в начале и с первого возраста поставим для нее надлежащие пределы, то впоследствии не будем иметь нужды в великих усилиях. Напротив, потом привычка обратиться для них в закон. Не позволим же им делать того, что приятно и вместе вредно. Не будем угождать им, потому что они дети. Но преимущественно будем их сохранять в целомудрии. Тут более всего возможен вред для юности. Об этом мы особенно должны заботиться. К этому мы особенно должны быть внимательны. Скорее будем брать для них жен, чтобы они, имея чистое нераскленное тело, соединялись с невестами. Такая любовь особенно бывает пламена. Кто был целомудренным до брака, то тем более останется таким после брака. Напротив, кто до брака научился любодействовать, тот и после брака станет делать то же самое. «Мужу, говорится блудному, всякий хлеб сладок. Для того и возлагается на голову венцы знак победы, что они, не будучи побеждены, вступают в брачный чертог, что они не были одолены похотью. Если же кто, увлеченный сладострастием, предался блудницам, то для чего после этого он имеет и венец на главе, когда он побежден? Это будем им внушать, этим будем их вразумлять, устрашать, угрожать, делая то одно, то другое. Нам верен важный залог – дети. Будем же заботиться о них и употребим все меры, чтобы лукавый не похитил их у нас. Между тем, теперь у нас все происходит наоборот. Мы употребляем всевозможную силу для того, чтобы поле было хорошим и чтобы верить его благонадежному человеку. А на то, что для нас всего дороже, именно чтобы поручить сына человеку, который бы мог сохранить его в целомудрии, не обращаем внимания, несмотря на то, что это сокровище ценнее всех прочих, и ради его приходят остальные. Об имуществе для них мы заботимся, а о них самих нет. Видишь ли, какое безумие? Прежде образуй душу сына твоего, а имущество он уже после получит. Если душа у него нехороша, то он не будет иметь ни малейшей пользы от денег. И наоборот, если ей дано правильное образование, то бедность нисколько не повредит ему. Хочешь ли оставить его богатым? Научи его быть добрым. Таким образом, он может и состояние умножить. Если же и не умножить его, то, по крайней мере, он ничем не будет хуже людей зажиточных. Между тем, если он будет злой, то хотя бы ему были оставлены тобою бесчисленные сокровища, ты не оставил хранителя этих сокровищ, а сделал его несчастнее тех, которые впали в самую крайнюю бедность. Действительно, для детей, не получивших правильного воспитания, бедность лучше богатства. Потому что первое, даже помимо их воли, удерживает их в пределах добродетели. Между тем, последнее, хотя бы даже кто и желал того, не позволяет вести жизнь нецеломудренной, но увлекает, не спровергает и вводит в бесчисленное множество преступлений. Вы, матери, больше всего смотрите за дочерями. Попеченье это для вас нетрудно. Наблюдайте за тем, чтобы они сидели дома. А прежде всего учите их быть благочестивыми, скромными, презирать деньги и не слишком заботиться о нарядах. Так и в замужество отдавайте их. И если так образуем их, то вы спасете не только их, но и мужа, который возьмет ее. И не только мужа, но и детей, и не одних детей, но и внуков. Если корень будет хорош, то и ветви будут лучше развиваться. И за все это вы получите награду. Поэтому все будем делать так, как прилично заботимся о благе ни одной души, но многих через одну. И сыновья опять в такой степени должны быть скромны, чтобы скорее всего можно было узнавать их по их благонравию и целомудрию. И чтобы они заслужили великую похвалу и от людей, и от Бога. Пусть они научатся обуздывать чревом, воздерживаться от лишних издержек, быть расчетливыми, нежно любящими. Пусть они научатся повиноваться власти. Таким образом они могут доставить родителям великую награду. Тогда все будет ко славе Божией и нашему спасению. О Христе Иисусе, Господе нашем, с Котором Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Том 11, страница 680-682. Боже, будь милость, и не грешнему. Субтитры создавал DimaTorzok